Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Как обычно, мы постараемся рассказать о наиболее заметных событиях, произошедших в Рязани. Некоторые из них будут связаны с 70-летним юбилеем Победы. Однако, конечно, есть и другие известия и события. Вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска. Сохранить память о земляках-фронтовиках открылась научная конференция «Война общества медицина». Будет ли свет? Жители гор-рощи из-за судебных разбирательств между сбытовой компанией и коммунальной организацией три месяца не видят уличного освещения. 3D-печать по-рязански. В бизнес-инкубаторе радиоуниверситета инженеры демонстрировали возможности современной промышленной технологии. Ну а теперь обо всем подробнее. Остается менее месяца до празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в Рязанском медицинском университете открылась научно-практическая конференция «Война общества медицины». Причем инициативу проведения поддержали не только ведущие профессора истории нашего региона, но и ученые-историки из вузов Санкт-Петербурга и Москвы. Научно-практическая конференция «Война общества медицины» получилась поистине масштабным учебным форумом. Ведь этот научный симпозиум продлится три дня, и за это время участники дискуссии обсудят наиболее актуальный вопрос российской историографии, посвященный годам Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы приходили и живые свидетели победы, я имею в виду участники Великой Отечественной войны, были в молодежной аудитории. Но и очень важно, чтобы именно с научной точки зрения давалась оценка тому, что было сделано в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я очень благодарен тому, что все наши ведущие вузы Рязани стали организаторами вот такой конференции. Известно, что сегодня политические деятели разных стран хотят переписать историю. Нам очень важно передать нашей молодежи в особенности все те события, тот дух, который царил в те годы и послевоенные тоже. И поэтому мы придаем крайне важное значение проведению подобного рода мероприятий с участием молодежи, чтобы историческая память и события Второй мировой войны были достоверно донесены до нашей молодежи. Российские ученые-историки практически в один голос говорят о современной масштабной информационной войне, которая уже довольно давно ведется представителями иностранных стран. Главным образом искажается либо замалчивается роль советского народа в освобождении оккупированных фашистским режимом государств. Проблеме сегодняшней фальсификации истории на Рязанском историческом форуме будут посвящены сразу несколько научных секций. В регионах тоже люди есть подготовленные, есть те, кто интересуются и изучают историю нашей Великой Победы и Великой Отечественной войны в целом. И мне интересно послушать и коллег, интересно послушать, но самое главное, интересно посмотреть и послушать молодое поколение, студенчество прежде всего, конечно, что они знают о войне, как они ее представляют, и как то, что мы стараемся дать в своих статьях, монографиях, как оно воспринимается на местах, доходит ли. Поскольку научно-практическая конференция «Война. Общество. Медицина» проходит в стенах Рязанского медицинского университета, то в рамках работы одной из секций прозвучит более 10 докладов о работе фронтовых госпиталей и тяжелому самоотверженному труду военных хирургов, санитаров и медиков. На конференции будет представлен заключительный 12-й том издания «История Великой Отечественной войны». Этот сборник является, пожалуй, наиболее фундаментальным историческим трудом, который был издан в последние годы. Авторы сумели собрать и обобщить объемную информацию о фронтовых событиях, рассказать о работе тружеников тыла, объяснить с учетом реальных исторических документов ситуацию на международной арене. Что немаловажно, этот труд находится в открытом доступе. Он выложен в сеть интернет. А теперь к современным временам и проблемам. В нашу редакцию обратились жители домов по улице Черновицкая. Это в микрорайоне Горрощи. Жалобы на отсутствие уличного освещения. Причем в том квартале, где они живут, фонари не светят уже около трех месяцев. Разбиралась в проблеме Оксана Тебенихина. Вопрос с уличным освещением в нашем городе стоит довольно остро. Замена привычных глазу лампочек Ильича на энергосберегающие диоды рязанцев обрадовала не сильно. Но тут уж, как говорится, хоть что-то. Жильцы нескольких домов на улице Черновицкой в поздний час и вовсе погружаются во мрак уличного освещения. В их квартале нет уже более трех месяцев. Хочется передать привет нашей дирекции по благоустройству, которая так от нас заботится. Потому что осенью делали светодиодные фонари, везде меняли, в городе, даже в самых отдаленных районах, везде заменили на светодиодные. А у нас электричества вообще нет, света нет. И когда будет, неизвестно. Дело в том, что машина, принадлежащая премьер-комфорту, которую вывозит мусор, сломала один из столбов. По этой причине вокруг дома и вдоль дороги, между домов, нет уличного освещения. Пока судебные тяжбы между организацией, чей мусоровоз сбил фонарный столб, и горсветом не прекратятся, ситуацию никто исправлять не собирается. Сколько продлятся суды ряды, никому неизвестно. Район этот спокойным назвать никак нельзя. Одна только детская площадка расположена у самого входа в местную рюмочную, а контингент оттуда, как правило, не выходит, а вываливается. Отсутствие какого-либо освещения в такой ситуации радости прохожим не прибавляет. Сами понимаете, страшновато. Здесь рядом детский садик. Люди, кто рано ввели детей в сад, шли в полной темноте. Вечером здесь тоже очень страшно. Рядом кафе, рядом люди, которые выпивают, и они пьяные здесь, пристают к людям. Соседа нашего избили. Здесь, в принципе, очень страшно ходить. Спасает только вот кран от стройки. То есть он освещает своим фонарем? Да, он иногда, когда поворачивается в нашу сторону, они нас освещают. Темнота, грязь. С ребенком идешь из сада вечером или с прогулки. Темно, ничего не видно. В магазин, если дойти вечером нужно, тоже темно, страшно. Тут вот выпивающие люди постоянно ходят. И не знаешь, от чего от них ждать, откуда, из какого темного угла кто вылезет. На работу по темени, с работы все по той же темени. Дорога между домами, яма на яме, спотыкайся не хочу. Неужто рязанцам и столбы фонарные теперь за свой счет ремонтировать придется? Смех, да и только. Грустный, правда, этот самый смех. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, ну и либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются вам помочь. Ждем телефонных звонков. А теперь к другим темам. На прошлой неделе отмечалось 90-летие с момента основания Всероссийского общества слепых. Тогда и в Рязани прошел праздник. Несомненно, что региональная организация для людей-инвалидов по зрению очень важна, ведь только собравшись вместе, такие люди лучше понимают друг друга. Всероссийскому обществу слепых исполнилось 90 лет. Значимость этого учреждения, работы, которая в нем ведется, поддержки для людей полностью или практически лишенных зрения, несомненно, неоценима. Только вот по словам самих представителей ВОЗ, в современных реалиях им приходится буквально выживать. Никакой помощи ни со стороны города, ни со стороны региона им не поступает. Приходится проводить работу реабилитационную всю, к сожалению, нам. А мы общественная организация, средств у нас нет. Сами понимаете, чтобы провести какое-то мероприятие, нужны денежные средства. К сожалению, сейчас вот никак этот вопрос не решается. Я считаю, что все-таки принят закон 40-й о некоммерческих организациях, еще Медведевым был подписан, и другие законы есть, где могут власти наши, местные, оказывать материальную помощь для проведения различной работы реабилитационной с инвалидами по зрению. Но, вы знаете, пока, говорят, средств нет. Слабовидящие и слепые, они стараются держаться вместе. Ведь кому, как не им понять, каково это жить в постоянной темноте. Безвызно сидеть дома, сами понимаете, невозможно, да и не нужно. А привычные для здорового человека развлечения слепым порой недоступны. Незрячему человеку общение необходимо. Оно просто необходимо. Нельзя сидеть дома в четырех стенах. Как правило, все уходят на работу, незрячий человек остается один. Ну и потом, вы знаете, сколько молодых семей развалилось. Только потому, что кто-то из супругов потерял зрение, например, да. И человек остается в таком подавленном состоянии. Приходится работать, приходится помогать, вытаскивать его сюда. В самодеятельность. Вот в киси играем. Выезды на природу летом мы делаем. Экскурсии. То есть мы стараемся, чтобы незрячий человек жил полноценной жизнью. Веселые, артистичные, непреклонные перед трудностями, дружные и активные люди. Они устраивают концерты, проводят конкурсы, участвуют в интеллектуальных играх. Конечно, все это не без труда. А когда так было, чтобы легко? И все же помощь была бы очень кстати. А теперь о высоких технологиях. А именно о так называемой технологии 3D-печати. В основе которой лежит принцип послойного создания твердого объекта. Уже сейчас инженеры ищут применение такой технологии в промышленности. Как известно, современные технологии постоянно развиваются. Каждый день появляется множество новых высокотехнологичных приборов и приспособлений. Одно из них 3D-принтеры. Во всем мире технология 3D-печати набирает все большую популярность в различных отраслях промышленности. Почему именно 3D-печать, а не какими-то другими способами? Во-первых, это скорость изготовления деталей и дешевизна печати на 3D-принтере по сравнению, например, скажем, с изготовлением деталей на станках с ЧПУ. Соответственно, люди приходят к нам, заказывают детали и мы быстро в течение одного-двух дней выполняем заказ. Как говорят специалисты, скорость 3D-печати зависит от сложности детали. Это сейчас самое слабое место технологии. Поскольку небольшие части или детали приборов можно изготовить примерно за 6 часов, соответственно, деталь большего размера будут изготавливать гораздо дольше. В 3D-печати можно использовать различные полимерные материалы. Так, например, вот эту миниатюрную фигурку робота принтер отливал около часа. Используются полимерные всякие соединения, то есть пластик как пример. Любые какие-то полимерные соединения, температура плавления до 60 градусов, они все применяются. Как считают инженеры, применение 3D-печати практически безгранично. И как считают изобретатели, возможно, что сегодняшние 3D-принтеры всего лишь первый шаг к более крупным открытиям. Это был завершающий наш выпуск видеоматериал. Ну а в программе подробностей гостем станет руководитель Рязанского регионального отделения, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Владимир Моторжин. И речь в беседе пойдет о целесообразности строительства мебельного производства в микрорайоне Агропром. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова